Политические взгляды разнятся, цели совпадают. Накануне Дня Народного Единства представители политических партий собрались за круглым столом в Национальной библиотеке. 35 региональных отделений партий сегодня зарегистрировано в Чувашии. Собрались их представители, чтобы обсудить проблемы и вопросы, которые жители республики пытаются решить с помощью депутатов. Они связаны с медициной, пенсионным обеспечением, отдельная тема долги по зарплате. Были поручения уже и генеральной прокуратуры о том, чтобы эта проблема была решена, но она не решена. Конечно, кабинет министров пытался ее решить, из резервного фонда были выведены деньги. Но сегодня порядка 40 миллионов еще только транспортников, Чувашево-Транспорт, еще должны за их труд. Каким образом будем решать? Я могу сказать честно, вот все те, кто честно работали в Чувашево-Транспорт, они со всеми начислениями получили сполна весь долг по зарплате. Основной долг там был около 20 миллионов рублей. Директор Фомичев вынес решение, отправил работников в количество 700 человек на вынужденный простой, нарушая действующее законодательство. И необоснованно, необоснованно, открыто скажу, как юридическое лицо начислили за вынужденный простой 34 миллиона рублей. Я ставлю вопрос вообще взыскать из тех лиц, которые подписывали эти документы и эти приказы. Что касается предпринимательской деятельности в республике, в целом общая задача власти привлекать состоятельных инвесторов. Они смогут создать высокотехнологичное производство с достойной заработной платой, отметил Михаил Игнатьев. Несмотря на разные политические взгляды, на встрече с главой Чувашей представители партий сошлись в одном. Работать следует в интересах людей. Пора переходить к чаяниям широкой массы населения. У нас долгое время в государстве были определенные экономические проблемы, делался напор на развитие определенных отраслей. И мы немножко, мне кажется, забыли о человеке труда, о большинстве граждан. И нужно задуматься о качестве, о безопасности, о достатке граждан. И это может пойти за национальную идею на следующий промежуток, политический промежуток в первую очередь. У нас сейчас проблемы, вы знаете, с Западом, с Америкой и так далее. Вот это, мне кажется, сплачивает нас. Мы, во-первых, перестали брать у них что? И деньги, и товар. Мы стали поднимать свою экономику. Сельское хозяйство сейчас демонстрирует вообще великолепные результаты. И это вот нас объединяет. Сохранить единство целей сторонникам партии предстоит и в следующем году. Во время избирательной кампании в 2020-м состоятся выборы главы Чувашии и органов местного самоуправления. Ирина Волкова, Павел Редков, Республика.